Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 декабря. Память преподобного Николая Монаха. Преподобный отец наш Николай был первоначально воеводой при царе греческом Никифоре. Царствовал с 802 по 711 год и имел под своим начальством много воинских полков. Однажды, когда царь Никифор воевал с болгарами, Николай также выступил в поход со своими воинами. К вечеру он вошел в гостиницу, поуживал вместе с гостинником и, помолившись, лег спать. Но вот во вторую и третью стражу ночную дочь гостиника, возбужденная сатанинским пожеланием на грех, тихо подошла к постели воевода, разбудила его и стала увлекать над любодеянием грешными речами. «Отступись от своего сатанинского неистового вожделения, девица», — сказал ей воевода, — «и не желая сквернить свое девство, меня за окаянного не звергнуть в глубины ада». Немного усыдившись, она отошла, но спустя недолго опять приступила к нему, склоняя на грех целомудренного мужа. Воевода ее снова отослал, но она в третий раз пришла к нему, распаляемая от беса блудной похотью. Тогда блаженный воевода сказал ей, — О, окаянная, исполненная всякого бесстыдства и неистовства, раба своих страстей, «Не видишь ли, что бесы, возмущая тебя, желая расплить твое девство и сделать ее посмешищем и позором для всего рода твоего и для всех людей, душу же твою ввергнуть в вечную муку? Не видишь ли также, что я, недостойный, иду на кровопролитную войну с чужим народом? Как же я скверню свое тело, идя на врань? Нет, Бог мне поможет, и я не сквернюсь». «Это еще многое другое», — сказал он бесстыдной девице, и со стыдом отослал ее от себя. Когда наступил день, воевода встал и, помолившись, отправился в дальнейший путь. На следующую ночь он во сне увидел себя стоящим в каком-то воздушном месте. Близь него сидел некто сильный, у которого правая нога была положена на левую. «Видишь ли этих воинов с обеих сторон?» — спросил он Николая. «Да, господин мой», — ответил тот, — «вижу, что греки побивают болгар». Тогда муж, явившийся праведному воеводе, сказал ему, «взгляни на нас». Взглянул на того сильного, воевода увидел, что он переложил левую ногу на правую. После этого праведный Николай обернулся к воинам и увидел, что болгары окрепли и беспощадно побивают греческие полки. Когда же битва прекратилась, то сильный сказал праведному воеводе, «Рассмотри тщательно тела убитых и скажи, что увидишь». Осмотревшись, воевода увидел, что все поле покрыто мертвыми телами, посреди же них одно место, поросшее травой и пустое, такой величины, что на нем можно лечь только одному человеку. «Господин мой», — сказал он, — «все поле покрыто трупами беспощадно убитых греков, кроме одного только места, на котором можно лечь одному человеку». «Что же ты думаешь об этом?» — спросил тогда его сильный. Воевод даже ответил ему, — «Я невежда, господин мой, человек некнижный и не понимаю этого». Тогда этот страшный муж сказал ему, — «Это пустое и поросшее травой место, равное ложе одного человека, было приготовлено для тебя. Ты должен был возлечь на нем убитый вместе с друзьями твоими и заполнить его пустоту. Но так как ты в прошедшую ночь мужественно отогнал от себя злокозненного змея, трижды боросшегося с тобой и склоняя тебя на грех и желая умертвить, то вот ты сам освободил себя от смерти, это поросшее травой место оставил пустым. Душу же свою спас вместе с телом. Остальное время жизни твоей ты, спавшись от смерти, поработаешь мне». Видя и слышав все это, праведный Николай пришел в трепет, воспрянул от сна объятый страхом и ужасом, и, ставши, помолился Богу за своих воинов. Когда же настало сражение, и с обеих сторон сражались с великой яростью, что сначала греки осиливали и одолевали болгар, но затем болгары внезапно воспрянули и начали одолевать греков. Как разъяренные звери, они храбро бросились на греческие полки и погнали греков беспощадно, избивая их. Скоро вся сила греческая впала от мечей болгар, и самому царю Никифору трудом удалось сбежать с малой дружиною. Тогда предводитель греческих полков Блаженный Николай увидел исполнение своего сна, вознес благодарение Богу за спасение от смерти, и, оставив свой сан, удалился в монастырь, неутешно плача и рыдая о погибших воинах. Приняв святую стиму и усердно послужив Богу в течение долгих лет, он делался одним из прозорливых и великих отцов. С ними он сподобился и части на небесах со Христом Иисусом, Господом нашим, которому слава вовеки. Аминь. 26 декабря память святого священномученика Ефимии, епископа Сардийского. Святой Ефимий жил с сарцами Константина и Ирины, и так прославился своим благочестием, что сиял, как лучезарная звезда, иноческим житием своим в Христовой Церкви. За это он удостоен был епископского сана и присутствовал на Никейском Втором Седьмом Вселенском Соборе. Собор этот против иконоборцев был в 787 году, на котором без боязни, но с ревностью боролся против еретиков и посрамил их. Был посылаем он также царями, еще с разными государственными поручениями в местности, где господствовали крамалы и мятежи. Когда же воцарился Никифор, в 802-811 год, святой Ефимий, вместе с другими православными епископами, был сослан в западную Паталарею, где как будто за насильственное пострижение одной девицы и с того времени до самой своей страдаческой консины уже не возвращался в свою епископию и не управлял ею. Через 29 лет, когда императорский престол в греческом государстве занял зверонравный лев, святой вызван был из-за тачения, представлен царю и подвергся от него допросу об иконопочитании. По обычаю своему, он дерзновенно облетел юридическое нечестие и произнес мучителю отлучение от церкви. Царь сильно разгневался на исповедника и сослал его опять в заточение в город Асс. След за тем император Лев свержен был с престола и погиб от митя. Ему наследовал император Михаил, который назывался косноязычным. При этом царе преподобный был вызван из Асса и принуждаем отказаться от иконопочитания. Но он безбоязненно во всеуслышание произнес такое изречение. Кто не поклоняется образу Господа нашего Иисуса Христа по человечеству, того анафематствуем. За это он был подвергнут сначала биению, а потом ссылке в крит, где и заключен был в мрачной темнице и сверх того еще подвергся жестокой пытке. Его растянули на четырех столбах и били вовыми жилами, так что тело его покрылось множеством ран и распухло. Прожив немного после того, святой исповедник с миром предал дух свой Богу. Святой Ефимий скончался около 840 года при сыне Михаила II косноязычного Теофили. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова